Как жизнь молодая, как жизнь молодая. Да, здравствуйте, Хасан Ильич. Привет, ты зачем мне написал, что нужно поговорить? Я написал, что нужно поговорить вам. Ну, вообще, написал, что помощь мне нужна. Что достаточно давно, ну, то есть я с вашим методом знаком уже... А как тебе картина? Ну, картина, я вам уже говорил, такая очень... Ты говорил, когда ты ее первый раз увидел, что глаза такие завораживают, как магнит, да? Что, да, сложно было оторваться даже. Ну, что такое? Это, знаешь, кто? Анастасия Крама. Изрезан. Она там психолог, а там хороводы проводит. Хороводы, да, 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 видел я ее, да, несколько раз с ней видел у вас. Говори теперь, давай. Значит, с методом знаком уже достаточно, ну, как, может быть, ну, год, условно говоря. Так активно изучал его, вот, с вами тоже общался. Вот, и мне, в принципе, казалось, что у меня никакой проблемы нет, что я уже научился управлять своим состоянием, управлять стрессом. То есть, если какая-то стрессовая ситуация, то я могу быстро снять напряжение, как бы, решить там этот вопрос условно, да? Вот, но в то же время я сейчас уже осознал для себя и понял, что есть определенная проблема какой-то вот зацикленности, что вот есть фоновая какая-то тревога. Вот, и что я, видимо, так к ней привык, что даже не замечаешь, что есть проблема, ну, что это стало для меня какой-то нормой. Вот, и у меня были, когда я практиковал с разгрузкой, ну, на самом деле, много практиковал, у меня было несколько раз, когда я выходил из этого состояния. Ну, то есть, вот состояние такой вот свободы, что ли, что вот я ощутил, что после нее, что меня как будто отпустило, да, вот эта вот формулировка, она, я не знаю, более подходящая, какое можно слово подобрать. Вышло из какой-то вот зацикленности, и что появилось много, ну, какой-то свободы, много вот энергии, которую вот я теперь могу куда-то направить, какое-то, ну, русло, которое вот мне интересно. А так получается какой-то вот фон такой тревожный, и так ты, ну, как бы я так или иначе вот его как-то прогоняешь, прогоняешь, его даже не понимаешь, что, ну, по сути, есть проблема до того, как я вот и вышел из него. Когда вот вышел из этого состояния, я понял, что, о, как может быть по-другому оказывается для себя. И вот, как бы пытался все закрепить это состояние в себе, ну, то есть, повторить вот эту вот разгрузку, но у меня почему-то не получалось. Вот. Долг. Я понял тебя. Скажи, пожалуйста, это фоновая такая тревожность. Тревожность. Когда ты впервые ее у себя заметил? Вообще в жизни. Вообще в жизни, но вот, когда меня отпустило, и вот у меня появилось такое вот ощущение, что, блин, а что, так разве можно было, вот, и я понял, что эта тревожность у меня идет, такая какая-то излишняя мобилизация, что ли, какая-то вот сил идет. С детства. Ну, может быть, лет так, может быть, с четыре, с десяти, может быть, с двенадцати, ну, что-то вот такое. Лет пятнадцать-вадцать уже. Я понял. Ну, вот, интересно, когда мы с тобой переписывались, когда ты изучал метод, читал книжку, потом смотрел видео, потом мы с тобой общались. Да. Я тебя спрашивал несколько раз. Ты мне говоришь, вот у меня есть сейчас такая причина для этого состояния. Например, я хочу там решить какие-то финансовые проблемы или еще чего-то. Вы такое написал. А я тебя все время спрашивал, это состояние тревожности из-за финансов или она у тебя, естественно, присутствующая, а ты ее приписывал своей проблеме какой-то внешней. Я тебя все время спрашиваю, это ситуативно обусловленное состояние, связанное с обстоятельствами или это твое состояние, которое ты часто испытываешь? А ты мне все время говорил, что это связано с какими-то обстоятельствами. А теперь ты пришел к тому, что это фон. Связано с обстоятельствами, да. Ну, слава богу, слава богу. Долго мне пришлось доходить, конечно, до этого. Очень. Очень много людей, очень много людей. Они вот, вот этот фоновое тревожное состояние, которое у них бывает, ну, иногда оно громче в них, иногда меньше в них. Они иногда приписывают к каким-то внешним обстоятельствам и пытаются работать с психологами и прочее. Но очень жаль, что психологи, они мало понимают в медицине. Дело в том, что фоновая тревожность, она бывает у людей, у которых есть проблемы неврологического порядка. Ну, например, могут быть. Вот я встречался, когда мне было, совсем я был молодой, только институт закончил. Когда я хотел заниматься иглотерапией, я ходил к двум иглотерапевтам мощнейшим. Один был Лю Дин Сен, а другой был потом, который другой Фуган стал моим учителем. А вот этот Лю Дин Сен, когда я ему говорил о том, какие могут быть причины для того, чтобы человек чувствовал страхи, тревожность, он мне сразу спросил, у тебя бывает, что ли? Я говорю, у меня бывает тревожность. Он говорит, в тех детствах я головой падал? Первый вопрос. Потом через 30 лет, через 30 лет. Но я головой не падал в детстве. У меня была другая проблема, она неврологическая. Потом, смотри, через 30 лет мне один врач сказал. Через 30 лет мне один врач сказал, очень часто, говорит, приписывают в психиатрии или психологии неврологические проблемы. То есть проблема-то неврологическая, а дает такой фон. Не понял. Как еще раз, приписывают в психиатрии неврологические проблемы? Ну да, психологическим проблемам своим приписывают психологический фон. Ну, допустим, и в психиатрии невротики он имел в виду. А там может быть неврологическая проблема. Ну вот, например, родовая травма. А, я понял, что неврологическим проблемам приписывают психологические какие-то. Да. Все, да. Родовая травма. Ну, вот спрашиваешь у человека, у тебя травмы мозга были? Травмы? Ты падал в детстве? Нет, не падал. А родовые травмы были? Нет. Потому что человек невольно это представляет себе, что с мамой было что-то не в порядке. А это же могло быть и с акушеркой что-то не так. То есть она не так принимала род. Ну, что-то не так вот сделали. Да, да, да. Там масса причин для того, чтобы ребеночек родился, и у него уже есть предпосылки для того, чтобы любая какая-то напряженная ситуация в жизни тоже эту предпосылку включала и так далее. Вот у меня было как, что я родился, не знаю, у мамы была родовая травма или у меня родовая травма, но в любом случае я помню, что я с детства, когда я утром просыпался раньше, ну, чем как я потом привык просыпаться. Сейчас у меня мушки перед глазами летали, мушки. То есть что-то было с сосудиками мозга, что-то было с сосудиками. Потом годы прошли, годы прошли, годы прошли, и в какой-то момент после нескольких дней очень большой интенсивной физической работы мы с другом, значит, по коньячку немножко выпили. И потом я иду с ним по улице, и вдруг кажется, что все, 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 все валится на меня, я потерял, где я нахожусь, страх, страшный страх. Ну, он меня привел домой, вызвали скорую помощь, мне давление измерили, и они мне не сказали, что у меня, оказывается, был криз гипертонический. Сказали, все в порядке, уехали, сделали мне укол, я утром проснулся, а потом только мама сказала, у тебя был криз. Чего же они мне сразу не сказали? Если бы они сразу сказали, у меня бы вопрос не повис, откуда это у меня, что это у меня, потому что я потом все время ждал, а вдруг оно опять такое произойдет. Ну, начались панические атаки. Ну, начались-то они на фоне чего, не просто так, вот первая причина была, что мушки перед глазами из детства, там иногда, когда вовремя не проснешься, как нужно, выспавшись. А вторая причина, что я физически... Я тоже в мушке. В мушке, да? Да, до сих пор даже бывают, да. Ну, так что я тебе хочу сказать, что на самом деле у невротиков, которые чувствуют панические страхи, фобический синдром, так называемый, надо покопаться глубже. Я психологам всегда, когда я их учу, говорю, психологи, не забывайте о физиологии. А то они так, вот сейчас мы тебе паники снимем, там курсы какие-то проводят, там на 5-10 минут человек выходит с помощью НЛП или чего-то, выходит на состояние эйфории, ему все хорошо и кажется, теперь все в порядке. А потом выходит на улицу, через день два погода поменялась или не доспала, и что, и опять страх. Для того, чтобы освободиться от этого, нужно вспомнить еще раз о физиологии. И поэтому я многих своих, ну, кто ко мне обращается, там, в скайпе даже вот по вечерам я сижу, как скорая помощь. Я им говорю, начните сначала с того, чтобы проверить, какие точечки у вас наиболее чувствительные. Вот так вот. Вот так ищешь, вот здесь вот ищешь, по височке ищешь, вот здесь ищешь, вот здесь. Нет, здесь все в порядке. Ищешь дальше, дальше. Вот здесь, за затылочком, вот здесь, под затылочными буграми. А, вот, нашел, нашел. Потом дальше ищешь, в центре затылка ищешь, нашел там, допустим. Потом темени, не нашел. Ну, короче говоря, надо пропальпировать, как говорят врачи, точечно, точечно. Посмотреть, нет ли у тебя где-либо точечек, которые наиболее болезненные. Когда ты нажимаешь, сразу больно. Вот, и нашел, допустим. Потом, здесь начинаешь проверять. Вот здесь, здесь проверяешь. Во, я вот здесь нашел, вот она. Область такая, болючая такая, болевая, ломотная. Потом начинаешь искать здесь, вот отсюда, отсюда, по шею, по шею, отсюда, по шею. И до лопаточки. Вот здесь я нашел. Во, 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 я нашел. Когда нажимаешь, больно. Таким образом пропальпировать себя, найти эти точечки. Потратить на это один вечер или два вечера. Минут по десять, по пятнадцать. Поискать эти точечки, определить, есть ли они у тебя. Так. Если нет, хорошо. Если есть, значит, ты уже имеешь базу для работы с собой. То есть ты потом каждый вечер находишь эту точечку, и ее начинаешь немножечко массировать. То есть, ну, без фенатизма, чтобы больно сильно не было. Массируешь. Так. Ты эту ноту, которую нашел. К этому добавляешь точку хэгу. Ну, открываешь атлас по эклотерапии автора Джу Лянь. Джу Лянь, руководство по современной джэнь, дзю терапии. Там очень хорошо эти точки обозначены. Значит, точка хэгу разминаешь. Значит, ты ее разминаешь, и вот так ты берешь один или два раза, или три раза в день. Вот эти точки, если они очень больные, разминаешь. Эту точку разминаешь. Ну, можешь там по полминуте, по минуте, по две минуты. Как тебе удобно. Ну, ты уже заметишь, что когда ты после этого делаешь упражнения по ключу, во-первых, они у тебя получаются легче, быстрее, эффективнее. Во-вторых, у тебя после них такая легкая, легкая такая, ну, можно назвать условно эйфория такая, ну, созерцательность такая появляется, эмоционально-разгрузочное такое состояние. Если ты несколько дней, ну, неделю так будешь делать, ты заметишь, что фоновая тревожность резко снизилась. А вот эти вот дни, когда у тебя светлое состояние, они становятся все чаще и чаще. Да, они приятные состояния, все реже и реже. Ну, ты увидишь. И вот тогда, когда ты это уже проделаешь, добавишь это к приемам ключа, тогда и разгрузка начнет давать больше эффект. И когда там будешь делать после разгрузки стадию, после действия, момент истины, будешь сидеть вот так, ну, как говорится, балдеть. И вот так будешь балдеть, и ты будешь чувствовать ту самую свободу, о которой ты говоришь. И выйдя на которую, ты, наконец, увидел, что ты столько лет страдал, потому что у тебя появился коммертон. Очень много людей, которые пока немножко свободы не почувствуются, они не понимают, что они были не в свободе. Да, 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 у меня такая же история была в точности. То есть я думал, что все, у меня окей. Ну, то есть с виду по мне никто не скажет, что там какая-то у меня может быть проблема, там или что-то еще есть. Вот, вроде так со стороны, ну, веселый парень, туда-сюда, какие-то дела делает, путешествия делает, организует. Есть, так вот, есть. Я знаю, что ты энергичный, крепкий, смелый парень, там много чем занимаешься, молодец. Вот, но между тем, я, например, за собой какое-то время начал замечать, что, например, компания, с кем я вместе нахожусь, они, например, находятся там, ну, как бы, получать удовольствие в процессе. А я вот о чем-то как будто переживаю. То есть как будто, ну, у меня сложнее бывает расслабиться, может быть, да. Вот, обычно же как, кто-то встречается, какая-нибудь компания собирается, там так или иначе, может быть, какой-то алкоголь присутствует, да. То люди там выпивают, чтобы просто их отпустило. А если, например, этого ничего нету, вот, то как-то сложнее бывает становится. Ну, то есть я, как бы, в принципе, стараюсь редко пить алкоголь. Вот, и, ну, как бы, у меня просто, ну, в юности, на самом деле, я скажу честно, мы вивали много, особенно какие-то там вечеринки были такие, ну, вот это все. Стой, стой, стой минутку. Это очень важный момент, потому что я тоже не понимал, почему я любил выпить. И это стало моей тогда тупиковой ситуацией. Потому что однажды я выпив, почувствовал, что мне хорошо, и прикипел к этому. Потому что страх пропал. Так вот, люди, которые с родовыми травмами, например, или после сотрясения мозга, ну, там, в автомобиле катастрофа была, или контузия на войне, или что, они поэтому находятся в группе риска. Они как-то начинают пить, а они становятся пьяницами. И поэтому мы потом в следующий раз об этом поговорим. Как я бросил пить, и теперь вообще не пью никак. И чувствую такой же праздник. А я тогда пил, я не понимал, почему мне вот надо выпить. А тем более я вдруг заметил, что мне хочется вечером выпить, именно в тот день, когда я утром кофе пью. А он, оказывается, довыжигает последние питательные ресурсы из клеточек мозга, наступает резкое истощение, а напряжение от истощения подскакивает, и хочется загасить, и поэтому выпиваешь, понимаешь? Всё так просто, но самому не дойдёшь до этого. Ну, или, по крайней мере, очень долго. 9 лет. Из них половину я потратил на это просто, чтобы понять, что с чем связано. Ну, я добавлю от себя ещё, например, есть же как бы алкогольная индустрия, да? А есть индустрия, например, связанная с марихуаной. Травка, как её называют. И сейчас многие, может быть, в моём окружении окей, но я думаю, что это ко многим вообще в принципе относится, особенно среди молодёжи, покурить травку. Я сам это делал, практиковал, скажу честно, мне скрывать нечего. Именно вот мне интересно было, я искал именно вот этот эффект. То есть не для того, чтобы расслабиться, а потому что меня освобождало, и у меня появлялся какая-то творческая, что мне становилось интересно. То есть я начинал, как бы выходил из туннельного зрения. То есть вот у меня так, у меня туннельное зрение какое-то, знаете, вот я не вижу, как бы вот, ну, как будто забрал какие-то такие стоят. Вот. А после этого ты как бы освобождаешься, и о, тебя отпускает опять-таки, вот формулировок отпускает, и ты начинаешь видеть вокруг, что происходит. Становится интереснее. Это хорошее. Легче стало, отпустило. Легче стало, отпустило, да. И вот когда я для себя, собственно говоря, понял с помощью, после ключа, после использования ключа, после разгрузки, там была разгрузка у меня, и меня вот отпустило после этого. И я для себя понял, что это возможно, вот это состояние без чего-либо-то. Ну, то есть, и оно гораздо приятнее. Ты просто все понимаешь. Оно чистое, потому что там и дарфин, да. Чистое, да. Да, оно чистое. Ну, я хочу тебе сказать, что травка... И добавлю еще, кстати говоря, вот после этой разгрузки у меня такое... У меня как будто ощущение было, что освободилось огромное количество энергии, вот, которое я так затрачивал куда-то, а так оно освободилось. И у меня получается, что я могу направить себя куда-то, а куда бы я хотел. И начинаешь думать, а что мне интересно? И тут сразу появляется вот это вот, как ты говоришь, да, понимаешь, что ты хочешь, выходишь из-за действенности. То есть, так ты думаешь, блин, а надо мне это, не надо. А не можешь долго решиться на какие-то там... Ну, какое-то решение есть, а ты не можешь решиться. Вот, думаешь, взвешиваешься за и против, и вот не можешь понять решение. А тут как бы понимаешь все четко, что да, это мне надо, это мне не надо. И понимаешь, как к этому как бы прийти, как его достичь. Я тебе хочу сказать первое то, что ты сказал, что ты тратил много напряжения у тебя возникало, когда ты в обществе был и так далее. У меня тоже самое было. Я был очень застенчивый мальчик. Очень застенчивый, очень скованный. Я много тратил энергию на борьбу с самим собой. Мне надо было так много волевым образом напрягаться, чтобы заставлять себя на людях быть свободным. Но другие дети, например, могут по пожарной лестнице на пятый этаж запросто побежать. И даже поют при этом. А я не могу, а я заставлял себя. Так у них-то не было родовой травмы. А у меня-то была, а я-то был маленький. Я же этого не понимал. Ты понимаешь, что я много делал лишних действий. Например, во время землетрясений заставлял себя закалять, как мужик спал именно на своей кровати, не выходя на улицу. А все люди были на улице, вдруг дома пойдет. А я заставлял себя тренироваться. Ну так сколько я себе лишнего понаделал. А мне надо было просто пощупать себе шею, точечки помять, наладить кровоток. Я бы тоже мог тебе песни, понимаешь? То есть мы много тратим энергии на борьбу с самим собой. Очень много людей, особенно молодых. А вот насчет травки я тебе хочу сказать. Травка слово легкое. И кажется, что это такой легкий наркотик. И на самом деле после травки многие-многие идут на героин. Это вот травка такая, там ловки тоже такие. Это не такая безобидная, как может показаться. Ну конечно, конечно, конечно. Вообще все искусственное, сигареты, спиртное, все искусственное ломает внутренний компас. Вот я сейчас не пью, и у меня такой праздник, потому что я знаю, что я буду делать завтра. А когда, вот ты сейчас это рассказывал, всегда думаешь тысячу раз, измеряешь, делать, не делать. А когда я выпивал, у меня с похмелья такое было состояние ужасное. И мне день завтрашний казался стена. И я эту стену всеми силами пытаюсь... Если бы меня спросили, что ты через месяц будешь делать, да какой месяц? Я думаю, как мне завтра жить? Столько тратится энергии. А как перестал пить, стена рухнула. Но зато у меня остались после действия того, что я столько лет курил трубку, что я выпивал. Вот все же это остались неприятности. Потом я упал на гололёде, потом меня оперировали. Вот это же все осталось. Но зато я уже столько лет наблюдая за собой, и работая с невротиками и с другими людьми, я понял эти закономерности. И поэтому если бы сейчас, мне было бы 30 лет назад, но я бы тогда не создал метод Ключа, особенно последнюю часть, вот эту вот Ключ-2, я бы не создал и не мог бы с вами поделиться, понимаешь? Так что, ну, каждый автор, он через себя все это проносит, отфильтровывает самонаблюдениями, всеми травмами. Поэтому я хочу, чтобы тебе помогло это знание, чтобы ты быстрее выскочил оттуда. Начинай с завтрашнего делать себе вот эту проверку точек, легкий массажик, и потом делай хлёст, а потом делай шалтай-болтай, ключевой стресс-тест, выходи на это состояние, и ты заметишь, что у тебя лучше получается. Ну, я же до этого, когда вот у меня несколько раз получалось выходить, кстати, я добавлю ещё, у меня в этот момент, когда меня отпускало, у меня зрение, у меня близорукость так, вот, минус два с половиной, а тут у меня зрение бац, и я такой, опа, такой, иду по улице, и думаю... Ну, конечно, это неврология, это неврология, конечно, да. Да, плюс потом, я такой вечером думаю, ну, а я люблю сладкое, и думаю, что бы взять, можешь в магазине такое купить, и такой думаю, блин, да я вроде не хочу сладкое никакого, такой, поймался я прямо на мысли, что мне не хочется его, и вот, да ладно, типа, фруктов куплю себе просто. И вот такое ощущение, когда вот тоже спортом позанимаешься, ну, точнее как, вот, в обычном состоянии думаешь, может быть, что-нибудь такое хочется, какой-нибудь, ну, не очень полезно искушать, какую-нибудь ерунду, так вы знаете, вот, может быть, там какой-нибудь из Макдональдса, даже чего не хочется, вот, а когда спортом позанимаешься, ну, вот просто интенсивные нагрузки, после этого хочется пить, и есть фрукты, я вот обращал внимание, ну, то есть, вот не хочешь точно, организм точно говорит, нет, этого не надо нам, вот, то есть, видимо, после пика напряжения, расслабления, напряжения, расслабления, да, тот же самый механизм, и вот здесь у меня тоже самое, я только думаю, блин, я не хочу сладкое, и я уже, у меня уже, блин, к вечеру у меня был план того, как мне вообще, в принципе, завтрашний день, и вообще, ну, как бы наперед уже я себе напланировал, и с таким вдохновением уже, что мне не вот то, что я заставляю себя, мне хочется, и я вижу, как этому можно прийти, вот, и когда я это ощутил, через себя пропустил, я вот начал понимать, о чем вы говорите, собственно говоря, вот когда вот говорите, что становишься творцом в своей жизни, да, не задействованным, как бы, да, 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 ты не борешься, у тебя нету стадии выживания, у тебя появляется возможность созидания, потому что энергия освободилась, та, которая тратилась на борьбу с самим собой, чтобы поддерживать норму, а теперь норма поддерживается, сама автоматически, энергия освобождается, и ты уже из выживания вышел, можешь созиданием заниматься, да, конечно, там схема достаточно понятная, я сейчас говорю. Ну, вот мне казалось раньше, что я свободен, а казалось, что нифига не свободен, как будто просто привязан, знаете, к чему-то. И много людей думают, что они свободны. Тогда в том-то и дело, что привыкаешь, и не знаешь, что есть проблема какая-то. Чтобы понять, свободен ты или не свободен, надо уже быть чуть-чуть свободен, чтобы сравнить, какой же ты был. Это и цены касается, и социальных моментов касается. Это когда люди под шаблонами тоже находятся, или под пропагандой, или что-то, вдруг освободились, и они поняли, господи, как же они всему этому верили, понимаешь? То есть пока чуть-чуть не будешь свободен, ты не узнаешь, свободен ты или не свободен. Тебе не с чем сравнить. Да, совершенно верно. Абсолютно согласен. Так и было, на самом деле. Но по поводу разгрузки, я же, в принципе, не делал вот эти вот, то есть я не прощупывал себя, когда у меня получалось эти разгрузки, я не прощупывал себя. Вот. Ну, как бы у меня, я бывал, знаете, я как бы делаю, чувствую, что мне хочется помассажировать шею, например, я это делаю. Ну, то есть просто, как бы мне тело подсказывает, я это делаю, то, что мне подсказывает. Сейчас я принесу полотенце, я тебе покажу одно маленькое упражнение. Сейчас. Просто берёшь себе вот так вот. Сейчас. Вот так вот берёшь в полотенце. Кладёшь себе вот так вот. Видишь, между затылком и шеей. на затылок. И вот так. Видно меня, нет? Нет, не видно. Сейчас ушли. Вот так вот. Видно, да. Да, вот так, вот так. Видно, да? Да, 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 да. Ну, как мочалка себя, условно. Нет, самое главное, что ты проминаешь, ты не трёшь вот так вот. А, проминать надо. Ага. И там прямо иногда такой лёгкий-лёгкий хрустит. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Просто, или просто берёшь руками. Просто кулаком вот так берёшь. Видно, да? Угу. Да, видно. И здесь кулаком берёшь и проминаешь. Я тебе скажу, однажды у меня был случай в жизни, когда я с ребятами напился и пришёл к дедушке, выпившему. Я был школьник. И у меня дико так разрывалась голова, и мой дедушка посадил меня на стул, ну, сразу понял, что со мной что-то не так. Взял одну руку вот так, а другую под затылок. Ну, вот так. Угу. И вот так, вот так, вот так, так, стал сжимать голову. Сжал голову и отпустил. И у меня такая просветлённость пошла. То есть кровоток сразу заработал. То есть он снял спазм сосудов за счёт изменения внутричерепного давления. За счёт этого давления. Но это надо научиться делать. И вот был у меня случай потом через много лет, когда я со своим другом Зориным был на море. И мы там выпивали. Зной, жара. И Зорин потом воет. Я говорю, Зорин, ты чего воешь? Дико болит голова у него. И он прямо головой в песок зарывается от этой дикой головной боли. Я вспомнил, что дедушка мне сделал. Я ему говорю, садись на песок. Он сел. Я ему вот так взял. Вот здесь и вот здесь. И вот так вот. Держал, держал, жмал. Отпустил. И он выкинуть перестал. Сиди там. Что ты сделал со мной? Отпустила. Отпустила. Добавлю ещё про вот это ощущение, когда отпускает. И вот про то, что вы говорите. Про шаблоны. И вот в частности про любовь к себе. Я когда ещё в университете учился, там на первых курсах, я уже как-то интересовался этой тематикой. И вот интересовался, кстати говоря, Экхардом Толли, про который мы тоже с вами общались. И тут у меня формулировка была, типа надо полюбить себя, полюбить себя. Тогда, короче, я вот уже её начал. Как же это сделать-то? Е-мое. И когда происходит процесс отпускания, про который я рассказывал, когда зрение нормализовалось, перестал хотеть сладкое есть, появилось чувство вот этой вот как раз-таки какой-то вот любви. Ну вот внутренней какой-то. И к себе, и к другим. И благодарность тут же появилась. Ну то есть и сопереживание. То есть начинаешь сопереживать другому человеку, и тебе начинаешь помочь ему. А так получается, когда как будто находишься в защите, тебе не особо хочется кому-то помогать. Тебе хочется самому себе как будто помочь. Потому что ты в стадии выживания. В стадии выживания, видимо, да. Поэтому эгоизм. Да, да, да. Сейчас для кого тебе выжить надо? Потому что тебе плохо, и вся энергия мозговая идёт на нормализацию состояния. А когда у тебя всё нормально, тебе хочется заниматься деятельностью. Так вот вопрос заключается в том, чтобы от стадии выживания, то есть стресса, боли, дискомфорта, паники, перейти к стадии созидания, любви, творчеству, сопереживанию, когда тебе хочется любить всех, хочется дарить. Да, 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 именно в состоянии. А, говорить хорошие слова, помогать. Да, чтобы перейти, надо быть, чтобы ты был в нормальном состоянии. Поэтому я абсолютно уверен, что человек по своей природе хороший. Но ему просто по разным причинам приходится много энергии тратить на выживание. Тогда он эгоист. А как только он восстанавливает свою гармонию, нормальность свою, он становится альтруистом, гуманистом. Вот же в чём дело. А миллионы людей на земном шаре, миллиарды живут, они этих простых вещей не знают. Все думают, что эгоизм – это плохо. Надо эгоизма избавляться. Ну что, это является якобы первой причиной, а не следствием. Да, конечно. Это бывает причины, следствия. Поэтому, когда человек выпьет, он говорит «я». Он говорит «я могу». Или когда он выпьет, он говорит «ты меня уважаешь». То есть душа требует. Понимаешь? То есть душа требует, а он был в оковах. Он был в оковах. В оковах был. Да, он снял оковы, но он делал это алкоголем. Он делал или ещё как-то делает. Но это можно делать и самому по себе. Своими руками. Не обязательно ходить именно к массажисту. Ты можешь сам эти точки себе нажимать. Называется «шиацу». «Шиацу» – 5000 лет. Это проверено миллионами людей. «Шиацу». Просто там такого рецепта не было, о чём я тебе сейчас говорю. Берёшь, проверяешь, какие наиболее болезненные. Берёшь себе за систему регулярно. В течение недельки так поделаешь. По полминутки, по минутку, по минутке. Потом с «хэбу» соединяешь. Это общеукрепляющая точка и для уха, и для горла, и для зрения. Потому что вот эта точка, например, «хэнчи», да? Это ворота духа. Ворота духа. Там выход глазного нерва. Ну, короче говоря, это очень важно. Просто бери «джулянь», современное руководство по джинсию терапии, посмотри эти точки. Какие они имеют миллионы всяких внутренних связей. Внутренних связей в организме. И ты увидишь, почему это важно. Почему это важно. И потом берёшь эти моторные приёмы, ключа, и делаешь разгрузку, перезагрузку, и ты будешь чувствовать себя так хорошо. Всё у тебя будет замечательно. Здорово, спасибо. А почему тогда, вот я, в принципе, раньше же этого не делал, ну, как бы не делал акцент на это, но всё равно у меня получилось выходить. С чем это может быть? Нет, потому получилось, что разгрузка. Ты же сейчас мне задал вопрос, почему у меня так не получается постоянно. Я хочу закрепить навык. Я тебе сказал, чтобы закрепить навык, тебе не хватало физиологии немножко подработать. Ну, то есть я достаточно давно, как бы пытаюсь в это состояние выйти, повторюсь-ка. Вот, но у меня получилось буквально несколько раз. Это связано с физиологией, да? Физиологией, конечно. Поэтому же я начал говорить о психотравме родовой там или ещё какое-то. Ну, я-то вспоминаю, да, во время школы. Ну, не знаю, стрясения не было, но в школе, когда мы там раскручивались, на перебенке головой бились. Может быть так. Я ещё, когда маленький был, ну, драки были постоянные у нас. Потом, значит, ещё мне... Один раз я точно помню, на боксе мне врезали. Я помню, у меня прямо такие мурашки в голове, и потом онемело полголовы. Полчаса я ходил с таким, как будто там-нибудь что-то такое. Потом мне когда-то в затылок сильно так рубанули во время драки. Ну, короче, были случаи, когда голова получала много травм. Я никак не связывал это с моим напряжением. Потом много лет прошло, и я понял, что ни одна травма не проходит бесследно. И поэтому я удивляюсь, когда ко мне один человек у меня есть, который мне постоянно звонит раз или два раза в месяц. Слушай, ну я всё делаю. Я и разгрузку делаю, и медитирую в этом состоянии, и всех люблю. Ну, а потом у меня опять это происходит. Я говорю, ты за погодой наблюдаешь. А что за меня на неё смотреть? Я говорю, на погоду не реагирую. Я говорю, слушай, возьми календарик себе, заведи 10 дней. Атмосферное давление раз, геомагнитная обстановка два, температура три, четыре, дождь, ветер. Записывай, как девочки себе календарик месячных ведут. Записывай себе, и в течение 10 дней, 12 дней ты увидишь, на что реагируешь, на что нет. Да что я буду это делать? Я точно знаю, что я не реагирую. Почему он так точно знает? Потому что раньше был шаблон. Голова болит на погоду, понимаешь? А у меня, говорит, голова на погоду не болит. А то, что у него тревожность поднимается, он не замечает. Понимаешь, что это одно с ним связано. То есть люди очень часто не понимают многих простых вещей, на самом деле, которые надо просто знать. Это и есть здоровый образ жизни. Знать простые вот такие правила, простые механизмы, и, конечно, метод круче. Ну, хорошо. Знаете, хотел еще вопрос задать. С подругой сегодня общался, она мне рассказывала, но она достаточно внушаемый человек, гипнабельный. И она мне рассказывала, значит, как ей друзья посоветовали сделать практику. Ну, в общем, она представляла просто, как будто вот ее голова уходит в уровень сердца, и вот якобы она начинает чувствовать сердцем. Вот. И, значит, она говорит, через некоторое время мне захотелось прям спать. Мне, говорит, вырубать начало. Я как бы, ну, типа, легла спать. Вот сейчас я сейчас дорасскажу, просто свою версию. Она была уставшая, снялась напряжение. Да, да, да. То есть, получается, она какой-то вызвала какой-то образ, вот, ну, ниточку вот эту создала между образом и реакцией. И, получается, вышла в состоянии саморегуляции. А если у них был недосып, она захотела спать. Да, она спонтанно, ключевой принцип использовала. Да. И потом у нас... Другой образ взять. Другой могут другую образ взять. Кому что подходит. Кому что подходит, да. Вот, очень интересно. Интересный вопрос в том, что вот на следующий день, она говорит, я просто сидела, там работала, ну, так вот, автоматические действия там совершала, вот, механические. И вдруг обрела какое-то состояние вот такой вот любви, всеоблимывающей любви, говорит, ко всему. Я поняла, говорит, что я любовь. Вышла на состояние внутренней свободы, да. Да, то есть получается, что она, как бы организм у него установился, и потом спонтанно это как бы состояние, оно вышло, когда она занималась какой-то автоматической своей деятельностью, то есть снимала тоже димое напряжение. Она говорит, ну, потом, значит, у меня оно исчезло, и потом через неделю как-то вот еще раз, как-то я вот просто в ванной стояла, там что-то хотела, там, голову помыть, и тут мне тоже вот очень похоже, немножко другое, но тоже похоже, спонтанно возникло. Вот, и она говорит, я не могу понять, ну, как бы, что произошло, почему, например, у меня возникло там первый раз через день, а потом через неделю еще раз возникло, и как мне можно, например, это состояние чаще ловить. Я понял, давай мы так сделаем. У нас для этого есть специальные вебинары, вот следующий вебинар у нас должен быть, меня просили вот несколько раз уже и по глазам сделать, и по глазам, да, и давай мы туда добавим упражнения против страхов, чтобы, как снимать вот эти вот, как выйти на состояние внутри свободы, и мы ее пригласим, пусть там поучаствуют на вебинаре. Хорошо, пригласим. Давай тогда, Саша, ну, ты возьми это как домашнее задание, поделай, а через недельку выходи ко мне опять вот так, мы можем все результаты у тебя поделить. Обязательно. Мотивация сейчас очень сильно это все делать, конечно, когда ты увидел, как может быть. Все, спасибо. Счастливо тебе. Счастливо. Спасибо. До свидания. Угу. Продолжение следует...